Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухареева. Здравствуйте, в начале короткоглавное. Локдаун на пользу. Более 63 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию в длительные выходные. Не теряя ни секунды, двое дагестанцев спасли семерых людей при пожаре в городе Балтийске в Калининградской области. Много мяса не бывает. В республике продолжается работа по выведению особой дагестанской породы овец. С наградой на родину дагестанские борцы выиграли шесть медалей на первенстве мира по вольной борьбе. Вакцинация во время локдауна. Длительные выходные. Более 63 тысяч дагестанцев провели вакцинацию от COVID-19, сообщает Минздрав Республики. Напомним, что пункты вакцинации все эти дни работали в обычном режиме. Сейчас в республике доступны более 200 тысяч доз различных видов прививок. Как и в других регионах, в Дагестане отмечается рост заболеваемости среди детей, так как этот контингент в настоящее время не подлежит вакцинации. Сейчас ПЦР-экспресс-тесты распределены во все полиглиники Махачкалы, а в скором времени поступят и в районы. Это, по словам медиков, позволит быстрее отличить ОРВИ от COVID-19, а следовательно предпринять меры для локализации очага и предотвращения распространения этой инфекции, в том числе и среди детей. Пойман с поличным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении взятки был задержан сотрудник управления Роспотребнадзора по Дагестану. Об этом ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах сообщают СМИ региона. Известно, что главного специалиста и эксперта отдела защиты прав потребителей в управлении задержали с поличным при получении 20 тысяч рублей. Эти средства он брал у предпринимателя за несоставление административного протокола по факту выявленных нарушений. Возбуждено уголовное дело. Сроки действия QR-кодов остаются прежними. И это официальное заявление Минцифры и Минздрава. Некоторые пользователи портала Госуслуг сегодня заметили, что срок действия QR-кодов внезапно изменился с 12 до 6 месяцев. Как оказалось, причина такого сбоя – технические работы, которые проводились на портале. Сейчас Госуслуги работают в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются. Между тем, на территории Махачкалы администрации города ежедневно проводятся внеплановые проверки. Цель – выявить, соблюдают ли владельцы кафе, ресторанов, кинозалов требования по мониторингу QR-кодов для допуска граждан в свои заведения. Власти напоминают, эти меры предпринимаются для недопущения распространения ковида. Именно поэтому нарушители будут обязательно оштрафованы. В поддержку медикам Дагестан присоединился к всероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». В рамках мероприятия депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Абдул-Хаким Гаджиев поблагодарил медработников и отправил им горячие питания и фрукты. Кроме того, продуктами и лекарственными препаратами были обеспечены пожилые люди и многодетные семьи. Отметим, что цель акции – обратить внимание общественности на угрозу пандемии и активизировать работу волонтерских центров. По инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации Абдул-Хакима Гаджиева сегодня была организована доставка горячего питания медицинским работникам Республиканского центра инфекционных болезней. Всероссийское движение «Мы вместе» объединило правсоюз работников здравоохранения, волонтеров, общественной организации, всех неравнодушных людей. И эта работа продолжается. Бесплатное подключение газа. Теперь подать заявку на подведение голубого топлива к участкам можно через МФЦ Республики. Напомним, что в апреле этого года Владимир Путин поручил ускорить газификацию домовладений и сделать это без привлечения средств населения. Программой можно воспользоваться только для личных нужд, не связанных с предпринимательством. Всего в Дагестане до газификации могут участвовать около 80 тысяч человек. Двое дагестанцев спасли людей при пожаре в городе Балтийске Калининградской области. Трагедия произошла 26 октября по улице Ушакова. В доме произошла утечка газа, которая привлекла к взрыву и пожару. Военнослужащие морской пехоты, уроженцы Дагестана Раджа Бризванов и Пермагомед Гусейнов одними из первых пришли на помощь. В результате мужественных действий двух дагестанцев здание смогли покинуть 7 человек, включая детей. За проявленный героизм при спасении людей военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота. Отдавшие жизнь на службе Отечеству в Каспийске почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников правопорядка. Мероприятие началось с минуты молчания и возложения цветов. В торжественном митинге принимали участие представители власти, правоохранительные органы и члены семьи погибших сотрудников МВД. На памятном мероприятии вспомнили неспокойные для Дагестана годы и тех, кто отстоял закон и порядок ценой собственной жизни. Я горжусь вами и, как сказал предыдущий, в начале полиции всегда стоите первыми. В той черты, где может пройти преступление, где может произойти противоправное действие, и вы предотвращаете, не выпускаете. Вечная память героям вам всем здоровья, успехов в работе. Много шерсти, много мяса. В республике продолжаются работы по выведению особой дагестанской породы овец. Пункты искусственного осеменения находятся на базе агрофирмы «Саграт» Льгунипского района. Для улучшения качеств используются бараны породы российский мясной меринос, сообщили в пресс-службе Мицельхозпрода. Работа в этом направлении ведется с 2018 года и на сегодняшний день уже есть молодняк первого и второго поколения. Результаты, полученные при исследованиях в агрофирме, в перспективе будут внедрены по всей республике. И в продолжение животноводческой темы. Дагестан намерен до конца года направить на экспорт 30-35 тысяч голов овец. Поголовье планируется поставлять в страны Закавказья. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, наша баранина востребована на международном рынке. Только в 2019 году экспортировали более 8 тысяч тонн в Иран. В последний год-полтора эта работа приостановилась. Сейчас планируется отгружать живое поголовье 15-20 тысяч в Азербайджан и около 10 тысяч в Грузию. При этом обещают, что экспортные поставки не скажутся на ценных на баранину внутри республики. По данным ведомства, сейчас в регионе насчитывается более 4,5 миллионов овец. Ежегодно в республике производится около 40 тысяч тонн баранины, более 14 тысяч тонн шерсти и 115 тонн овечего сыра. И о спорте. Дагестанские борцы выиграли шесть медалей на первенстве мира по вольной борьбе. Соревнования прошли в Белграде. Обладателями наград разного достоинства стали борцы из Дагестана среди спортсменов до 23 лет. Золотой медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 килограмм завоевал Анвар Алахьяров. Еще одно золото принес Магомед Магомаев по вольной борьбе. Серебряным призером в этом же стиле стал Ибрагим Абдурахманов. В женской борьбе второе место заняли Виктория Ваулина и Екатерина Вербина. Бронза в активе Сайпудина Магомедова, выступавшего в соревнованиях среди вольников. Смотрите нас также на сайте ннттв.ру. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин